здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас очередное видео по полезным формулам из книги энциклопедия вязания от вог все остальные видео начало обязательно нужно смотреть этот цикл видео надо смотреть сначала вот поэтому ссылка на плейлист где будут все эти формулы у меня будет в описании под видео и первом закрепленном комментарии значит девчонки здесь в этот разделе у нас идет речь о расчете проймы для рукава реглан что важно я сейчас прочитаю одну часть важно при моделировании проймы реглана везде ли я прочитаю этот кусочек чтобы вы получили информацию которую нужно учитывать потому что как бы тупой расчет но там есть нюансы которые я сейчас вам озвучу далее мы будем считать все остальное и так везде ли с рукавом реглан реглан количество рядов скошенной проймы должно быть равно равным количеству рядов оката рукава чтобы скос получился плавным моделируйте края до горловины постепенно убавление в реглане выполняются до самого верха детали поэтому так важно правильно определить плотность ряду пройма реглан должна быть спроектирована после всей длине вместе с рукавом реглан то есть да если я просто поясню немножечко здесь у нас рука в реглан и вот вот здесь вот эта часть до выступающая половинка рукава она от нее считается длина всего изделия поэтому учитывайте вот эту вот вот этот аппендицитик да вот так пройма реглана реглан должна быть спроектирована по всей длине вместе с рукавом реглан еще раз повторяю поскольку верхние части переда и спинки реглан а также верхние части обе обоих рукавов формируют горловину изделия вот вот она видите вот это то что я говорю здесь половина рукава после того как вы определите с окружностью выреза горловины вычтите ширину верхних частей каждого рукава обычно 5-10 сантиметров и разделите пополам чтобы получить ширину горловины спинки и переда проектируя общую длину изделия половина верхней части рукава становится частью законченной длины на вот про длину я вам говорила например если ширина верхней части рукава равна 5 сантиметров вот он рукав да и это если пять сантиметров то здесь у нас два с половиной то есть половина добавляется половина уходит на переднюю деталь помните что поскольку проймы реглан обычно немного выше пройм более облегающих изделий соответственно длина внутренней части рукава до начала проймы должна быть короче вам придется вычертить форму реглан на бумаге несколько раз прежде чем вы достигнете желаемого результата различные комбинации убавления петель создают различные скосы на одинаковой высоте вот так и теперь что же нам предлагает уважаемый журнал по расчетам и так что нам нужно какие размеры мерки нужно нужны предварительно перед расчетом значит плотность вязания не так ширина как высота рядов очень точно должно быть если возможно пересчитайте уже там на этой детали связаны и так один сантиметр это две двадцать четыре петли и высоту один сантиметр две семьдесят четыре ряда это моя плотность ширина у начала проймы в общем до закрытия 50 сантиметров ширина горловины только горловины не в целом да а минус вот эти вот кусочки то есть по спинке горловины вот эта часть нас интересует минус часть которая компенсируется за счет рукава ширина горловины 15 сантиметров но это образно и высота реглана 25 сантиметров я взяла такие вот цифры и теперь приступим к расчетам значит что мы пересчитаем первое в этом мы считаем всегда и это я уже говорю что это эта цифра должна уже быть у тех кто уже дошел до проймы или если вы считаете все как бы в комплекте лучше чем пить 50 сантиметров умножаем на количество петель 224 в одном сантиметре и это 112 петель 50 умножаем на 2 24 равно 112 петель 112 петель то есть я взяла ширину в сантиметрах умножила на плотность в петлях и получила те петли которые у меня должны быть изначально перед закрытием этих петель далее второе действие определяем сколько у нас должно остаться после реглана петель это 15 умножить на 2 24 равно 15 это вот ширина по спинке горловины и плотность до 15 умножить на 2 24 33 6 я округляю до 30 округляю до 34 вот то есть здесь у нас 34 петли далее вычисляем ряды высоту проймы третье действие это 25 сантиметров вот он 25 25 умножаем на плотность в рядах вот 2 274 274 и обратно 41 это 41 ряд ну это нечетное число давайте округлим до 42 чтобы уже был изнаночный 42 ряда вот далее что мы отнимаем определяем сколько петель нам нужно что-то у меня не получается 41 неправильно я что-то посчитала девчонки 25 умножить на 274 68 ну так ошибка 68 рядов так и оставляем здесь 68 рядов я думаю мало как-то я 15 там наверно накликала и так далее мы определяем количество петель которое должно быть у нас сокращено в этом скосе мы от 112 берем и начальную цену цифру петель и отнимаем от нее та которая должна получиться 112 минус 34 78 петель 78 петель всего 78 петель сюда и сюда пополам то есть делим на 2 78 делим на 2 равно делим на 2 равно 39 петель так 30 значит здесь у нас 39 и здесь у нас 39 а вот пятое действие мы берем то есть здесь у нас должно быть 39 сокращений и так они советуют где-то 3-4 петли закрыть изначально сразу вот я аппендицитик такой нарисовала поэтому я отнимаю минус 3 петли ну один сантиметр да это 2 24 но 2 я не буду 3 значит 3 значит здесь у меня остается 36 петель нужно сократить 39 минус 3 и 36 здесь то есть вот этих точечных сокращений в начале и в конце ряда будет 36 и что мы берем мы берем 68 рядов 68 рядов 68 рядов минус 2 ряда это те два ряда в которых мы закрываем 3 и 3 равно 66 рядов и делим мы на 37 сокращений вот интересное число получается ну вот мне самой интересно как я 66 разделить на 37 потому что промежутков 37 178 даже не в каждом ряду девчонки значит знаете что я сейчас делаю а задача ли меня ну ой господи 68 разделить на 37 разделить на 37 на 37 как я считал господи 68 разделить на 37 равно 18 значит для того чтобы у нас хотя бы были в каждом втором ряду сокращения у нас должно быть 66 разделить на 37 равно 178 у нас не получается девчонки сокращение равномерный потом поэтому избыток сокращения чтобы не удлинять пройму мы я их добавлю вот сюда в это ровное закрытие как бы в подрез на это у меня получается тот вариант когда форма не пройма неглубокая если глубокая пройма то получится там чередование во втором четвертом ряду в общем сейчас у нас такой тоже если вопрос такой глубокой проймы вас интересует то вы тоже напишите под видео в описании я сниму отдельное видео допустим удлиненной проймы которая вяжется для полных девочек и рассчитаю опять же как как я это вижу именно реглан по вот этим вот расчетам ну и так свое добавлю значит здесь как бы я скорректировала у них ничего не сказано про это у них сказано про длинную пройму у меня короткая получилось значит 66 разделить на 37 это я по фу это по формуле мы отняли два ряда и нам нужно 36 сокращений у нас получилось 178 это значит 178 ряда что нам совершенно не подходит у нас 66 рядов разделить на 2 разделить на 2 разделить на два что я считаю я посчитаю сейчас сколько максимально убавлений я могу сделать шестидесяти-шести рядах то есть каким образом я беру это количество рядов 68 минус два потому что 2 у нас уходит на подрез 66 разделить на 2 разделить на 2 Это 33 промежутка, то есть 33, вот начиная отсюда, то есть я думаю вы уже помните, вы предыдущие видео смотрели. Это значит 33 промежутка и минус 1, вот 33 минус, я считаю на калькуляторе, значит давайте так, 66 делим на 2, равно 33 промежутка и минус 1, в каждом втором ряду мы можем добавить 32 петли. А нужно нам сократить 36 петель, чтобы получить желаемую горловину, вот и для того, чтобы эта горловина у нас получилась так, как мы задумали, да, то есть здесь у нас 36, давайте берем общее 39, 7, Мы берем общее число петель 39, минус 32, которые мы можем сократить в этих 66 рядах, минус 32, равно 7, то есть на подрез у нас уходит 7 петель, я эти петли, которые у меня лишние, пустила в подрез. Вот и все, девчонки, вот такой вот у меня получился расчет, вот, наверное, все-таки мне придется доснять еще видео там, где ниже проймом по-любому, потому что не у всех получится так, получится, возможно, может быть, получится так, что у вас будут меньше числа, вернее, меньшее количество сокращений на большее количество рядов, Тогда будут промежутки во втором и в четвертом ряду, так как чаще, чем в каждом втором ряду мы не можем добавить петли, поэтому мы сделали вот такой вот расчет, лишние петли мы пустили в подрез, что нам вообще не мешает, потому что это нам только улучшит посадку. Вот такой вот расчет, девчонки, реглана, это реглан вязания снизу, там будет еще и сверху, и в круговую нюансы, и круглая кокетка в этой книге есть, поэтому мы все-все-все постепенно, девчонки, разберем. Как раз за летом мы с этим разберемся, чтобы уже на ось к осени эти знания использовать. Вот, цените то, что я вам даю в ютубе, поставьте лайки, напишите комментарии, поделитесь полезным видео. Все, а на сегодня все, с вами была Вика Школа Рукоделия, всем пока-пока!